Приветствую вас. Смотрите, вот по тому, как вы задаёте вопрос, да, по тексту, уже можно составить некое такое впечатление о вас. О том, что вы, вероятно, в себе не уверены. О том, что вы, вероятно, ну, сомневаетесь в том, насколько, к примеру, можно решить вашу проблему. Что вы не готовы раскрывать суть своей проблемы, да? То есть вы не готовы предлагать усилия для того, чтобы проблема разрешилась. Значит, существует такое понятие, как финансовая грамотность. И оно, это понятие, под собой подразумевает достаточно качественное, эффективное, чёткое и приоритетное использование средств, которых всегда, ну, почти всегда, ограниченное количество. Почему вы этого не делаете? То есть, почему вы не используете свои средства грамотно, да, ну, я, если честно, сказать не могу. И я думаю, что никто не может вам этого сказать. Но совершенно очевидно, что у вас нет чётких личных границ. Совершенно очевидно, что вы не чувствуете себя в безопасности. И совершенно очевидно, что изначально поведение ваше было, ну, скажем так, нездоровым. Да, то есть, оно было подчинено, ну, каким-то не совсем рациональным вещам. Потому что раз семья, значит, ответственность, раз ответственность, значит, чёткое планирование, там, расходов и доходов, соответственно. Ну, вот, доходов-то, может быть, не так, а вот расходов встанут. Поэтому, момент здесь, он вот такой. И давать какой-то совет вам, не зная ситуации, ну, сложно. То есть одно дело, если у вас, к примеру, в семье всё было относительно хорошо, допустим. Вот. То есть у вас в семье вообще всё нормально. Было. Было. Ну, было. Вот именно было. Вот. И вы в какой-то момент начали, значит, ну, залезать в долги. Что я скуну, к примеру. Эээ, считая, допустим, что, ну, что вы можете себе это позволить и так далее. Это одно дело. Эээ, здесь, эээ, можно говорить о, именно, желаниях каких-то ваших. Да? О неудовлетворенности какой-то вашей. Это одно. Это один момент. И совсем другая история, например, если вы, скажем, ну, столкнулись с, допустим, с проблемой здоровья, кого-то из своих родных, допустим, вот это совсем, ну, это совсем не то же самое. Да? Вот. Я надеюсь в этот момент понимать. И вот в зависимости уже от обстоятельств, да, в зависимости от обстоятельств, от условий, и нужно корректировать ваше поведение. Вот. В том, в том числе поведение и, эээ, финансовое. Вот. То есть это, вот это, на мой взгляд, то, что необходимо сейчас вам. Вот и всё. Работать с личными, с личными границами, с правилами, с желаниями, эээ, с устраиванием гармоничных отношений в семье, ээээ, как вы в этой ситуации оказались вообще. Только поняв, как в этой ситуации вы оказались, вам можно будет помочь. Вот и всё. Мы же не телепаты, да, мы не знаем, как вы быстро выстраивали, ну, свой бюджет. Мы не можем этого знать при всём желании. Вот. Понимаете? То есть, как бы, каждый специалист, да, он здесь будет исходить именно из, эээ, своих, ну, своих специализаций, из своего направления, да. Вот. Я, например, как психолог выживаю, если у вас проявление, проявление, эээ, невротизма и личностной, личностной несомостоятельности, да. Вот. И, проблемы репрезентации себя, проблем, деструктивного поведения. Возможные комплексы. Возможные комплексы и стремление к тому, что вам вообще не надо. Вот. Вот. Например, коуч увидит здесь, ээ, недостаток, ну, планирования, эээ, там, как такового. И, вот, что из этого, эээ, ваши, сложно сказать. Ну, можно узнать. Сказать сложно, узнать можно. Ну, всё. Узнаем и сможем вам помочь, эээ, тогда. По сути. Вот. Если вы реально, эээ, помощи, помощи хотите. Вот. Возможные придётся, ээээ, перестраивать, эээ, всю модель отношений вообще. ээээ, к себе, к семье и так далее. Ну, что-то меня в любом случае придётся. Готовы? Если готовы? Если не готовы, обращайтесь. Эээ, обращайтесь со, эээ, личной, эээ, консультацией. К примеру. Вот. К любому из коллег, коллег, которые вызовут у вас доверие. Вот. Это вот так вот видится мне ваша история. А, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Эээ, если у вас остались вопросы, эээ, пишите в личку, буду рад помочь. Эээ, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удач.